Книжные истории Расшифровать записи довольно сложно. Бисерный почерк, потому что много сокращений, каких-то значков. Из записей на полях видно, что владельцев этого учебника было несколько. В том числе она находилась в фонде Куйбышевской областной научной библиотеки, а затем была выставлена на продажу. И в конце концов ее подарили нашей библиотеке. К сожалению, имя дарителя также неизвестно. И еще одна тайна, наверное, самая жгучая. На корешке переплета выдавлены инициалы владельца издания СДС. Эти загадочные три буквы. Кстати, такой переплет называется владельческим. Вплоть до 20 века полиграфическое производство не позволяло создавать типографские переплеты. Эта услуга была только в частных переплетных мастерских. В те времена все книги выпускались в издательских мягких обложках. После приобретения владелец книг приходил к переплетчику и уже там заказывал для них специальный переплет по своему желанию, ну и, конечно, по своему кошельку. А что же нам все-таки известно об этом учебнике? Это курс истории русской литературы для духовных семинарий. Автор-составитель этого учебника Михаил Алексеевич Орлов, преподаватель русского языка и словесности Харьковской духовной семинарии. Впоследствии преподаватель Александровского, Кадетского и Пажевского корпусов в Санкт-Петербурге. Михаил Алексеевич считал, что необходимое учебное руководство по русской словесности именно приспособлено к семинарской программе. Издание вышло в двух частях и охватывает период от устного народного творчества до Николая Васильевича Гоголя включительно. Материал курса русской литературы очень информативен и компактен одновременно. Данное учебное пособие, несомненно, будет интересно преподавателям русского языка и литературы. Хотя изданию через три года исполнится 150 лет. Вот такая книжная история со многими вопросами. Дорогие друзья, приглашаем вас в зал книжных историй Библиотеки Культурного центра Автоград. Попытаться решить эти вопросы. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok